Буквально вчера в Сесерти прошел заводской городской карнавал. Он стал финальной точкой фестиваля «Лето на заводе». И это не единственный проект, который собирает людей из разных уголков Урала. Туристическая сторона Сесерти развивается с каждым годом. Более подробно о туризме в этом городе мы поговорим с нашими гостями. Итак, друзья, глава СССРского городского округа Дмитрий Нисковских у нас в гостях. Дмитрий, здравствуй. И в делах тоже. Да, и в делах тоже, понятно. И креативный директор проекта «Лето на заводе» Илья Лобунин. Ну, Илья уже как домой от себя сюда ходит. Доброе утро. Вчера прошло, вижу, вы уставшие, но довольные, потому что мероприятие было крупное. Делитесь первыми эмоциями о том, что вчера произошло, тем более, что карнавал. Это звучит очень даже масштабно. Ну, давайте. Друг за друга ставим. Эмоции очень, они как бы переполняют. Я в какой-то момент даже чуть не расплакался. Это было шествие. Мы просто не знали, чего ждать. И у нас была такая вилка вариантов, когда мы объявили об этом карнавале. От 30 человек каких-то, где мы сами, 20, до нескольких сотен. И вот получился второй вариант. Несколько сотен людей приняли этот вызов, нарядились, встали в длиннющую колонну. Дмитрий Андреевич шел в первых рядах в костюме. В костюме кого? В костюме волшебника. Министра города. А, класс. Класс. Забрался на этот пикап, который ехал вначале со звуком. Мы прошли от старого исторического центра города до нового центра города и обратно снова до завода. Водная часть карнавала была. Там тоже огромное количество. А было больше участников как раз в этот момент или зрителей? Потому что на карнавале как раз собираются больше зеваки, которые за этим смотрят. Зевак действительно было много. Где-то это специальные зеваки, где-то случайные. Я думаю, что они с завистью немножко смотрели на все, что происходит на воде, на суше. И я думаю, что в этом году мы попробовали, а в следующем это будет глобально. А вот про глобальные планы как раз мы у вас уточним. Какие планы будут на следующий год? Вот это же надо переплевывать, то, что в этом году получилось. Ну, третий год проходит проект лета на заводе. И когда мы встречаемся, потом подводим итоги или готовимся к следующему событию, всегда, ну, то есть и в первый раз, и в второй раз, мы когда собирались, я говорил, что сложнее с каждым годом превзойти то, что уже было. И очень здорово, что у нас на самом деле такой заметный прогресс, и количество тех людей, кто поддерживает проект, растет. И вообще в целом, ну, и лето нас радует, у нас каждый год. Да. Лето прямо шикарное. Вот, и вчера был просто супер день, мне кажется, вот как раз такая очень яркая-яркая завершение этого прекрасного летнего фестиваля, где действительно было очень приятно видеть, ну, очень огромное количество горожан, людей, вообще приехавших, в том числе, в гости к друзьям в Сесерти. И, собственно, вообще количество друзей с Сесерти растет, мне кажется, в геометрической прогрессии. Кажется, что там и поток туристов прямо увеличился, видимо. Ну, и туристы, и жители, и все вовлекаются, и очень важно, что растет команда агентства развития Сесерти, команда «Лето на заводе». И сегодня мы говорим о том, что это уже не только большой фестиваль, это целый креативный кластик. А вот вообще «Лето на заводе», ну, по крайней мере, у меня такое ощущение со стороны, что становится эпицентром таким культурным, от которого идет как раз развитие культурное и вообще обустройство пространства Сесерти. Ну, это и социально важная функция ведь тоже. Ну, представляете, ну, в Сесерти еще несколько лет назад, ну, как бы, симфонический оркестр не выступал. Ну, да. А каждое лето два-три концерта, открытых, абсолютно доступных для всех желающих, для всех жителей, гостей, проходят на заводе. И наша задача, благодаря совместной работе с губернатором Сырловской области, Евгением Куйвышевым, сделать вообще завод таким большим общественным центром, где будут возможности и для творчества, и для работы, и для каких-то интересных, в том числе, выездных мероприятий. Там будет и концертная площадка, и кинотеатр нужен городу. Поэтому большие планы, но и проект «Лето на заводе» — это действительно та возможность привлечь внимание к нашему культурному наследию, нашему главному такому центру жизни на Урале, заводу. Ну, а вообще, вот помимо «Лето на заводе», какие мероприятия вы еще проводите, чтобы привлечь туристов? Ну, понятно, бажорские места там. Вот следующие выходные, завод тоже будет открыт, 4 сентября, всех приглашаем на Бажорскую версту, это такая большая массовая прогулка, где можно от самой маленькой дистанции 3 километра прогуляться по природному парку, и, ну, вот как раз встретить уже золотую осень. Лето мы проводили, а осень встретим тоже вместе с заводом и вместе с нашим природным парком. Илья, ну, вот я понимаю, что пока усталость, наверное, от такого количества событий, ну, это большой ивент, ивент на длительный период. Но, тем не менее, какие планы уже на будущее вы строите? Вы же все равно все время пробуете какие-то новые формы, что-то получается, что-то не получается, и вот в следующем году было бы круто сделать вот это. Уже планируете что-нибудь? Я вчера поймал себя на мысли, что мы где-то вначале всегда очень осторожно говорим, что нас ждет скоро, а потом это случается все-таки. То есть это в 20-м году было, мы говорили очень неуверенно до того, как все началось, сейчас будет прикольно, сейчас тут будет тысячи людей. И в итоге тысячи людей случились. И точно так же в этом сезоне мы сказали, а закончится все большим веселым карнавалом на суше и воде. И до конца не были уверены вообще, что это получится. И в итоге получилось вчера. Поэтому сейчас осторожно хочется сказать, что мы точно выйдем за пределы завода. Возможно, это будет несколько площадок, другие даже заводы, пароходы. И карнавал, я думаю, надо точно развить, сделать его прям глобальным на несколько тысяч человек. Это должно быть, мне кажется, городской традицией. Да, сербский карнавал. И хотим еще попробовать такое шоу фейерверков на воде. О, это будет привлечение внимания. Водная гладь в СССР не есть. У нас глади достаточно, есть уже такие специальные плавательные средства, которые могут специальное пиротехническое оборудование перевозить. Ну, а СССР вообще особый город. Вот, вот, по секрету вам скажу, я родился в СССРском роддоме. Хоть написано, что он в СССР родился. Он до сих пор работает. Родина практически моя. А для вас что такое СССР? Чем он отличается от других городов? Для меня это действительно тоже родина. Я родился, вернее, я рос в деревне Сидельниково, у бабушки с дедушкой. Но СССР сейчас для меня это вся моя жизнь, которая полностью, как бы, я посвящаю ее работе и свободное время, и какие-то планы. Для тебя СССР. Теперь уже вторая родина, мне кажется, судя по-моему. Для меня тоже СССР вся моя жизнь теперь. На самом деле у меня СССРская прописка. А, да? Да, ну, я живу в Екатеринбурге, но и в СССР, можно сказать, тоже живу. Потому что то количество времени, которое мы там проводим, оно эквивалентно проживанию. Мне, в первую очередь, привлекает, что это какая-то свобода творчества, самовыражения. То есть здесь все реально. И люди, которые приезжают даже из других городов, начинают вникать в то, что мы делаем, в то, что здесь происходит. Мне говорят, очень короткий шаг, очень короткая дистанция от идеи до воплощения. Потому что все в короткой связке, вот мы рядом... На прямую работаем. Да, то есть не надо какие-то вот эти бюрократия, согласования и так далее. И идеи могут быть разные. И все, и все. И, ну, не то чтобы все приветствуется, все как минимум выслушивается. Обсуждается. И обсуждается. Вот так. Ну, засосерить тогда. Такие друзья. Здорово, что вы есть. Действительно здорово, что такой проект существует. Мы желаем вам, конечно же, удачи в развитии. Ну, и смелее планируйте, придумывайте, озвучивайте. Я уверена, что горожане не только Сесерти, но и вообще ближайших городов тоже поддержат все самые... Ну, не то что спорные, а такие, знаешь, рискованные и смелые идеи, в том числе. И людей будет с каждым годом все больше. Спасибо. И число Сесерского городского права. Четвертого ждем, четвертого ждем на Божевскую версту. Обязательно. Дмитрий Нисковских и креативный директор проекта «Лето на заводе» Илья Глобунин были у нас в гостях. Всего вам доброго. Спасибо, что пришли. Спасибо.